Добрый день, товарищи! Добрый день, Татьяна Васильевна! Ваша фамилия Вершинина, да? Вы знаете, по фамилиям, что такое означает фамилия? Вершинина в ведах это вообще как бы вершина, то есть вершина духовного совершенствования, вершина всего. Вот такая у вас интересная фамилия. А вы являетесь председателем профсоюзов Крымской территориальной организации Общественных профсоюзов, город Москва. А это справа от меня Сергей Анатольевич, заместитель, не Чаев Сергей Анатольевич, заместитель председателя общественного движения за наш город-герой Севастополь. Что я сегодня хочу сказать? Мне очень приятно, что я сегодня сижу посередине с такими приятными людьми. Сегодня Татьяна Васильевна организация вступила в наше движение и сегодня вы уже вошли в совет или еще пока не вошли в совет? Нет, еще пока не вошли. То есть первый этап? Сегодня, да. Вдвойне мне сегодня приятно, что поступили заявки на вступление в наше общественное движение за наш город-герой Севастополь. Севастополь – это профсоюзная организация города Берлина, Лиссабона и, как это, Мадрида, да? Вот. Так что наше общественное движение растет и уже есть предположение, что в ближайшее время она станет международной организацией. Все больше и больше людей, все больше организаций хотят продуктивно участвовать в нашем общественном движении за наш город-герой Севастополь. Такую рекламу у нас киноген там припишет. Да ничего страшного. Во-первых, это же, вы же поняли, что это шутка была, да? Вот. Ну, как-то надо жить с юмором, надо жить в радости, без напряжения и прочее. Но сегодня в нашей передаче «Родная земля», с чего она у нас обычно начинается, мы поднимаем руку и говорим «Русские, вперед!». Сегодня, как никогда, именно русский народ, русские люди нуждаются в поддержке, потому что как-то так неожиданно вдруг весь мир обрушился против русских людей. И сегодня мы должны встать на защиту нашего родного языка, нашей родной земли и наших прав и свобод. Вот так бы назвал. С кого начнем? Кому вопрос первый, кому вопрос второй? Ну, гости. Да? Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, вот сегодня в ваших планах при взаимодействии с общественным движением за наш город-герой Севастополь какие цели и задачи сегодня стоят в Крыму у вас? Что вы можете сказать сегодня? Ну, в первую очередь наш профсоюз должен помогать трудящимся в их них спорах, вот, помощь ветеранам. У нас буквально во вторник была встреча с Союзом ветеранов России, у них офис находится на Нахимова, также с председателем поста номер один. Вот, мы вручали им грамоты, награждали, значит, медалями, вот, как бы тоже подписали сотрудничество с этими организациями. В свою очередь я, как бы, сама лично от себя каждый Новый год провожу с ветеранами, то есть, ну, я в качестве Снегурочки. Да вы что? Да, ну... Я даже знаю одного парня, он может быть Дедом Морозом, это Беналис Сергея Анатольевича. Ну, может быть, в этом году он и будет Дед Морозом, а я с Негурочкой. Да, мы, значит, к нашим ветеранам, ветеранам уже по 90-95 лет, мы их поздравляем, например, вот Шумейка поздравляли, Соловьёва, она считается узницей во время Великой Отечественной войны, она ещё маленькая. Как её Соловьёва? Соловьёва. Мария. Она во время войны, значит, маленьким ребёнком попала в Освенцы, вот, сейчас она живёт в городе Героя Севастополя, вот, ей тоже около 90 лет. Также у нас есть Коротков Виктор Владимирович, вот, тоже он как ветеран, ему уже 95 лет, также он ветеран, по-моему, вооружённых сил, я точно не скажу, потому что его буквально в том году, 22 февраля, награждало телевидение, вручало ему удостоверение, вот, так что мы также помогаем ветеранам. Ну, наша организация молодая, она только вот недавно зарегистрировалась, так что у нас всё ещё впереди. Я надеюсь, мы будем сотрудничать... Более непаханная. Конечно. Мы будем также ещё сотрудничать, ну, с общественным движением за наш город Героя Севастополь. Надеюсь, свою лепту внесём, в положительном, хотелось бы, русле. Как бы вот так вот. Ну, здорово, замечательно. Сергей Анатольевич, что скажете по этому поводу? Вот сегодня был торжественный момент, сегодня вот такая вот процедура была, всё больше и больше организаций ходит. Мне, например, вдвойне приятно, что ещё вот уже профсоюзы подтянулись. Что вы по этому поводу скажете? Ну, когда у нас ширится круг друзей, конечно, это всегда приятно. Единомышленников, в первую очередь? Ну, я надеюсь, друзей. Потому что единомышленники, естественно, если бы люди думали по-другому, они бы к нам просто не пошли. Но в нашей организации же бывает, вот мы даже с вами на один и тот же вопрос иногда отвечаем, спорим иногда. Ну, конечно. У нас плюрализм мнений, как бы это нормальное явление. Меня больше всего порадовало, что профсоюзы пришли. Потому что в нашей стране это движение не развито. То есть в советское время профсоюз, он был таким, ну, такую, занимал роль статиста, что ли. Ну, подкабольщики были. Все просто платили туда взносы, а, в общем-то, какие-то вопросы они решали такие формальные. А во всем мире профсоюзы это основная сила, которая не то, чтобы поддерживает, а защищает трудовые коллективы, вообще профессиональные любые объединения, защищает от беспредела власти или от беспредела собственников и так дальше. То есть это единственная сила во всем мире, которая реально что-то может сделать. А она, вот эти профсоюзы, вернее, они, как бы, всегда решали в Европе, в Америке, везде они решали вопросы. Вот уменьшение рабочего дня, да, Советский Союз показал в свое время пример. И вот они, именно эти организации, как бы, они добивались того, чтобы вот весь мир приходил вот к этим стандартам, которые были приняты в Советском Союзе. И во многом, благодаря профсоюзам, сейчас люди и работают. Вот у них короткий рабочий день, там 8 часов, да, что они получают нормальную зарплату и так дальше. То есть они их защищают, вот профсоюзы, это та защита, которая занимается интересами как раз рабочего класса. Трудящихся. Да. Поэтому, если нашим профсоюзам удастся поднять вот эту планку на нужный уровень, а наше движение занимается чем? Мы, как бы, недостатки, которые, ну, по большей части, происходят из-за некомпетентности власти. Мы их обличаем, мы, что называется, носом тычем. Но решения вот этих вопросов, они очень такие скользкие, и поэтому пробуксовок очень много. А профсоюзы как раз защищают интересы, ну, самых незащищенных, что ли, слоев населения, которые нуждаются вот в этой вот какой-то там помощи, защите от кого-то. Если профсоюзы смогут вот это решить, это, конечно, во-первых, очень большая помощь будет нам, и мы взаимно будем друг друга поддерживать и помогать. А во-вторых, это благодарность людей, простых людей, которые, ну, не могут решать свои проблемы, если они сталкиваются, скажем там, с каким-то... Нарушением их прав и свобод. Да, и с давлением со стороны сильных мира сего. Поэтому надежда вот такая, вот как бы мечты, что ли, такие есть, что дай Бог, чтобы наши профсоюзы заняли ту планку, которую они занимают во всем мире, это движение профсоюзное. Спасибо, Сергей Анатольевич. Затем, Васильевна, вот вам такой вопрос. А как вы считаете, вообще, вот давайте помечтаем, а возможно ли сегодня, например, такой лозунг или девиз «Профсоюзы всего мира объединяйтесь»? Ну, конечно, возможно. Конечно, возможно. По этому принципу можно объединить весь мир? Конечно, конечно. Я так думаю, что они объединяются, что на самом деле они есть, проводят и съезды. лидер профсоюзного движения всей нашей планеты, это, значит, страна в Греции. Да, они занимаются этим вопросом. Да, они занимаются этим вопросом. Также, как бы, ну, на эти встречи можно и ездить, и выступать там. Да, они между собой общаются. То есть это большая дружная семья сегодня в профсоюзном мире. Конечно, да. Она была, есть и будет. Она никуда не девалась. Просто, ну, в свое время, значит, ну, даже активы, по-моему, еще, которые были при Советском Союзе, они, по-моему, до сих пор еще находятся, ну, активы профсоюза до сих пор находятся в вообще международной организации. Спасибо большое. Сергей Анатольевич, вам тоже коротенький вопрос такой. Насколько я понимаю, что наше общественное движение за наш город Герой Севастополь стало сегодня объединяющим началом, которое, в общем-то, входит все больше и больше организаций. Вот уже профсоюз. До этого у нас подтянулись, как это правильно организация называется, которая недавно был ее представитель, даже который в Совет вошел. Я, единственное, не запомнил название этой организации. Города Героев. А, да, Союз Героев. Союз Героев, да. То есть, это сегодня эти события, которые происходят, у нас уже фактически можно назвать концом года, да? Ну, конечно. То есть, уже мы будем в преддверии Нового года встречать, будем так говорить, с большим количеством организаций, которые вошли в наше общественное движение за наш город Герой Севастополь. Это так? Что скажешь? Да у нас периодически идет рост. То есть, люди приходят, организации предлагают свои услуги. Просто мы, как бы, не ставили такой целью, что мы должны там объять необъятное, все должны к нам прийти, это, как бы, не наша сама цель. Поэтому у нас есть определенные цели, которые мы добиваемся постепенно, поступательно идем к этому, к этим, к решениям этих задач, которые перед собой поставили еще еще тогда. Просто люди видят же, они, мы же все снимаем, благодаря вашим роликам, люди многое знают о том, чем мы занимаемся, какие вопросы мы поднимаем. Поэтому они смотрят, об этом же говорят все. Мы постоянно говорили о том, что то, что мы озвучиваем, люди-то все говорят, они между собой общаются. Посмотрите комментарии в любых соцсетях, все, что касается городской жизни, там же люди пишут, причем это в основном не литературные как бы выражения, да, в сторону тех вопросов, которые мы озвучиваем. Поэтому, естественно, что люди всегда как бы стараются объединиться вокруг чего-то хорошего. Я надеюсь, что мы делаем хорошие вещи, идем в правильном направлении, поэтому все нормальные люди, конечно, они как бы будут с нами объединяться. Не то, что под нашим началом, а это наши партнеры, которые многие же как бы вступили в нашу организацию, это не значит, что мы там какую-то волю навязываем. Нет, каждый работает самостоятельно, просто у нас есть общие цели. Так что, если мы поставим такую саму цель, что нам нужно набирать, 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 я думаю, мы очень быстро наберем ну просто огромное количество организаций, которые тут в Севастополе достаточно много, потому что идеологически нас поддерживают, конечно, очень многие. Скажите, пожалуйста, вот сегодня мы находимся в преддверии 2024 года. В 2024 году в сентябре месяце, по-моему, состоятся выборы в законодательное собрание города Севастополя, по-моему, в муниципальный совет, точно не знаю, там, что-то будет меняться. То есть, вполне возможно, что наше общественное движение за наш город Киро-Севастополь выдвинет своих кандидатов фактически в ЗАГС собрание. насколько мне известно, что не только по партийным признакам, но и общественные организации могут вызвать в 2024 году своих представителей. Это так, что по этому поводу скажете? Ну, такой задачи мы не ставили. Пока не ставили. Пока не ставили, потому что все-таки надеемся, что перемены будут значительно большего масштаба. В 2024 году. В 2024 году, то есть изменения должны быть как бы такие очень глобальные грубо говоря для нашей страны. И поэтому я думаю, что мы будем заниматься немножко другим, чем просто выборами. Потому что чтобы выиграть эти выборы, которые находятся сейчас по тем правилам, которые введены у нас в стране, будет очень сложно. Во-первых, люди не верят выборам. Они на выборы поэтому не идут. что толку мы пойдем, там толку ничего не изменит. И переубедить человека очень сложно. Поэтому на выборы ходят минимум человек. В основном кто? Это бюджетники, которых заставляют идти и говорят, за кого голосовать. И это срочный состав воинских частей, которым в принципе без разницы за кого голосовать. Поэтому и выборы у нас выигрывают люди, которых основное население конечно не поддерживает. А технологии, которые у нас сегодня приняты в государстве, они позволяют делать там все что угодно с этими выборами. Мы участвовали в последних выборах и после этого готовы были рассказать, обличить и доказать то, что это фальсификация стопроцентная. Но нам в избиркоме сказали, что никаких нам документов не дадут, ничего там не дадут. И поэтому получилось так, что мы там скажем, это получится голословно. То есть мы не сможем конкретизировать на фактах. Нам эти факты просто не предоставили. Сказали открыто, что мы хотим сидеть, что ли, будем вам давать вот эти вот видеозаписи, протоколы и так дальше. Поэтому если ничего не изменится, а мы всегда выступаем за справедливые и честные выборы, мы дали очень много предложений в Госдуму и как бы во все государственные инстанции о том, что нужно, каким образом нужно проводить выборы на наш взгляд. То есть мы никогда не скрываем своих планов и говорим так, как есть. Если ничего не изменится, я думаю, что наши выдвиженцы шансов не будут иметь, если люди не пойдут на выборы. А если люди вдруг организуются и пойдут, скажут, что да, мы все пойдем, не будем голосовать на дому, не будем голосовать электронно, мы все придем на участки, я думаю, что у тех, кто сегодня у нас находится в ЗАГС собрании, находится у нас во главе города, у них шансов конечно не будет, они все проиграют 100%, тогда шанс какой-то будет. Вот так, да? Да. Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, вот профсоюзы, да, они же фактически могут объединить большое количество людей, организаций, предприятий и различных, ну, массу людей, да? Мы же можем фактически уже потом кому-то делать, проводить рекламу в пользу какой партии или какого-то конкретного депутата голосовать, то есть фактически это большая сила будет? Ну, в принципе это все может происходить, но на самом деле как бы профсоюзы, ну, особо рекламы для каких-то лидеров или каких-то партий нет, конечно. Ну, можно сарафанное радио сказать там голосуем для Сергея Анатольевича Беналири, для Сергея Анатольевича Нечаева. Ну, это уже зависит от каждого трудящихся, потому что, ну, как бы ихняя воля и навязывать каких-то лидеров или каких-то это членам профсоюза, ну, не рекомендовано. Как бы у каждого человека должно быть свое мнение о каждом лидере. Каждый должен заниматься тем, чем он должен заниматься. Своим делом, да, поэтому, как бы, вот так вот. Хорошо, спасибо огромное. Я хочу обратиться к нашим зрителям, сказать, что, о том, что, что вы думаете по этому поводу, это первое. Второе, хочу сказать, что те люди, те организации, которые еще не вступили в наше общественное движение «За на сборах Герой Севастополь», приходите, вступайте в нашу организацию. Всем огромное спасибо, хорошего дня.